всем привет я рада вас приветствовать на своем канале я начинаю снимать очередную серию будни вышивальщицы сегодня уже вторник вчерашний вечер у меня прошел совсем без единого крестика сейчас вообще начинается такой период у меня активная стадия ремонта в квартире в которую я планирую переезжать и как раз это интересная стадия когда нужно много чего выбирает нужно организовывать доставки и так далее так далее это приятных опыта я отношусь к ним исключительно положительно но они конечно занимают время и поэтому я очень буду стараться сейчас конечно регулярно снимать видео потому что и видео я снимать хочу и вышивать хочу и я продолжаю работать и ну и в том смысле что на карантин нас не выгоняли какие-либо отпуска и на все нужно время и как-то буду стараться балансировать чтобы все успеть но если вдруг я немножечко пропаду видео станет чуть меньше не волнуйтесь это не потому что я не хочу снимать это не потому что я как-то забрасываю канал нет это просто временное явление связанное с тем что сейчас есть вот такое интересное важное дело то потом будет интересно потому что я сейчас занимаюсь обдумыванием своего рукодельного места как и что я хочу сделать ну вы представляете это же действительно такие интересные минуты все продумать сделать как хочется как нравится вот я сейчас в этом процессе и вчера как раз был такой вечер зато сегодня я прошивала я взяла он кто по которому я соскучилась за прошлую неделю и перед вами результат как у меня сейчас продвигается этот процесс вот здесь проходит граница второй части то есть между второй и третьей частью поэтому можно сказать что я практически уже дошиваю третью часть у меня остались единичные моменты вот мне нужно рамку здесь дошить нужно собачкам глаза выше тут птичку и не дошила ну растительность это уже уходит больше в третью часть которую я планировал следующим этапом вышивать и вот мне нужно правой частью поработать и как раз вот здесь тоже сегодня было не остались здесь не дошитые цветочки вот здесь цветок большой будет и дальше спускаться вниз с рамкой вышивала я сегодня около 600 крестиков это хорошее продвижение почему взяла лонгдок потому что он большой он со мной не ездит на дачу а поскольку мы ожидаем что на этой неделе мы поедем на дачу причем достаточно такой продолжительный период из не на выходных дня на большее время я не смогу вышивать свои большие процессы поэтому вот сегодняшний вечер я посвятила этому процессу и по идее завтра тоже надо повышать какой-то большой процесс и уже с маленьким уехать на дачу у меня немного надоело ездится до большой рамы косатки все-таки приходится постоянно как-то и упаковывать укладывать в машину беречь гораздо проще положить какую-то маленькую раму и поехать на этой неделе будет именно так покажу немного поближе лонгдок любимый мой сэмплер ты он уже однозначно можно сказать что выше то больше половины потому что середина у него проходить проходила проходит вот здесь то есть я уже двигаюсь потихонечку к завершению этого процесса сегодня уже среда и как я говорила в прошлом включении я сегодня решила повышевать какой-нибудь еще большой процесс из больших процессов у меня рождественская деревушка и было волчица и сегодня мне захотелось взять и продвинуться именно в белле волчицы я сейчас нахожусь на втором листе продолжаю заполнять вышивальное пространство получать какое-то особенное удовольствие от заполнения серыми оттенками не так крестиков тихоньку шва тыщу пропуске надо заполнять их тоже постепенно заполняя по мере того как вышиваю той или иной ниткой процесс идет легко и пока мне даже не нужно делать под него органайзер с несколькими иголками то есть я беру одну иголку нитку и все вышиваю ей не знаю как будет когда я перейду вот к волчице и у меня для вас один маленький сюрприз в этом процессе но это стал сюрпризом для меня надеюсь и для вас тоже когда сегодня начала вышивать я подумала что как же я хочу все-таки добраться до того места где волчица и уже начала думать может быть мне правда читать крестики до самой волчицы немного повышевать ее потому что но мне очень интересно посмотреть в какой цветовой гамме она будет в ниточках уже выглядеть я начала изучать схему изучала изучала значит все эти листы которые правее и для меня оказалось сюрпризом что я сейчас вот на том листе на котором я нахожусь на схеме это это дерево это вот это дерево и соответственно вот сейчас вот здесь я вышиваю вот это дерево конец второго листа у меня находится вот на уровне вот этих крестиков и оказывается уже вот здесь начнется ухо волчицы я еле сдержалась чтобы не начать скорее здесь вышивать думаю нет но раз уже на этом листе у меня начнется ухо то все вот я посижу и по вышиваю его все-таки здесь я напомню что подход в этом процессе у меня такой что я поставила себе дату окончания этого процесса 30 ноября программа мне подсказывает что для того чтобы завершить к этой дате мне нужно вышивать по 218 крестиков каждый день но я каждый день этот процесс не беру а под накапливаю скажем так и допустим беру там один день вышиваю сразу тысячу крестиков что равно там почти норме пяти дней вот как раз сегодня я ударно повышевала может быть я сейчас вот когда сделаю все дела у меня останется свободное время я еще по вышиваю в этом процессе но я уже не буду делать отдельное включение по тем там сколько 100 200 крестиков дошью ну вот с таким продвижением наверное у меня завершится май потому что на дачу этот процесс не поедет я очень хорошо помню что прошлую серию будни вышивальщицы я завершала со словами что на этой неделе у меня не будет ни одного старта потому что я хотела завершать какие-нибудь текущие процессы или по крайней мере в них серьезно продвигаться ну однако я свое слово сама перед собой не сдержала и что произошло значит у меня освободилось две рамы это из-под косаток и из-под круга квейтона и я решила посмотреть у меня на очереди раз я закончила дименшенс следующий процесс который я в этом блоке собиралась вышивать это дименшенс лили сэмплер соответственно я решила достать основу привести ее в порядок и примерить на какую раму она подойдет я значит основу достала погладила и для того чтобы натянуть на раму естественно мне нужно разметить и сделать хотя бы один первый крестик для того чтобы уже после этого натянуть основу и считать что у меня процесс готов к старту и когда я сделал первый крестик натянула на основу у меня как в руки иголка с ниткой дальше все как в тумане очнулась 150 крестиков отшита и поэтому я могу объявить что на этой неделе у меня случился один старт и это лили сэмплер от дименшенс процесс был в моих планах процесс был на весну с небольшим опозданием но все же я его начинаю поэтому сегодня я вам расскажу об этом процессе почему что откуда и как набор у меня оригинальный я его покупала на и бэй относительно недавно буквально несколько месяцев назад и набор мне достался за небольшие деньги по сравнению с тем как дорого продается сейчас этот раритет дело в том что набор был распечатан это сразу очень сильно снижает цену и было заявлено что в нем отсутствует основа и отсутствуют золотые бусины на тему золотых бусин я даже вообще ну не напрягаюсь потому что я даже если бы они у меня были я бы сразу выкинула потому что дименшенс они мне не нравятся мне и у меня заранее уже были куплены биконусы от сваровские я покупала на форму мелкоделия на стенде сваровские вот я хочу использовать их вместо бусин я видела девочка на youtube которые показывали отшив они использовали на эти биконусы и мне понравился такой вариант в частности я его видела у юли сайкиной и вот я тоже решила сделать такое же изменение то что не было в наборе основы тоже меня не смущает потому что ну при том разнообразие основ в магазинах подобрать похожую не составляет труда и поэтому этот набор я выкупила и действительно мне достался по очень хорошей цене потому что основная фишка этого набора это конечно плавные переходы в цветах вот во всех всех шовчиках и именно цветовая палитра дименшенс передает эти переходы максимально красиво и часто те скажем отшивы которые сделаны в другой цветовой гамме они выглядят иначе я не скажу плохо ни в коем случае они просто выглядят по-другому мне хотелось вышивать оригинальными ниточками собственно для меня ниточки и схема это основная ценность этого набора она как раз была в наличии значит как вы видите набор был в такой упаковке вот твердая папка и внутри пакет это действительно часть наборов дименшенс они так упаковывали это серия которая считалась подарочной хоть если кому интересно у меня с того времени когда я снимала видео про историю дименшенс уже мне появилось много новых подписчиков я добавлю ссылку на это видео может быть кому-то интересно вы можете его пересмотреть что сейчас не искать я добавлю ссылку в инфобокс его сейчас где-нибудь вам всплывет это окошко со ссылкой можете сходить посмотреть этом рассказываю про торговые марки которые относятся к дименшенс примерно стараясь восстановить годы когда какие выпускались наборы под какими марками мне кажется такой интересный ролик получился кому интересно можете посетить и вот как раз я в рамках съемок этого ролика находил информацию что вот такие подарочные пакеты были у дименшенс внутри набора черно-белая схема она на одном листе но она сделана весьма интересно значит сама схема выглядит вот таким образом но внутри схемы есть области которые более крупном формате даны на других частях схемы в остальном это обычные привычные нам дименшенс цветосимбольные значит в качестве основы я выбрала свайгард бридни лугана 28 каунта я посмотрела это вот максимально близкая основа по цвету к той что было в наборе сделала замену по бусинам на биконусы и ниточки у меня разобраны на бумажный органайзер пока так я посмотрю в процессе отшива нужно ли мне будет перенавешивать их на пока в дименшенс я часто так делаю то есть я начинаю вышивать и только потом принимаю решение нужными органайзер пока используя его только в одном случае если схема в наборе такая что приходится часто менять нитку тогда я организовываю процесс на пока органайзере для того чтобы напротив каждого цвета иметь возможность оставить иголку с остатками нитки и не тратить время на замену нитки в иголке есть набор дименшенс который этого не требует а например косаток генселзи которых я закончила на прошлой неделе я вышивала одной иголкой там очень большие цветовые пятна и мне не нужно было часто менять иголку поэтому я вышивала тоже с бумажного органайзера мне вообще достаточно много процессов дименшенс которые я вышиваю с бумажного органайзера ну вот посмотрим как будет или сэмплер поэтому пока я оставила ниточки разобранными на таком органайзере они длиннющие такие не сантиметров 90 я не замеряла но приблизительно 90 сантиметров красивая цветовая палитра у этого набора вот такая вот цветовая гамма и давайте покажу первые крестики немного приблизила картинку я начала вышивать с левого верхнего угла как я это часто делаю и начала с этого бутона вышла совсем немного поэтому старт символичный можно сказать что вот ну только-только начала если бы я вам не показала какая эта часть схемы то возможно было бы трудно угадать еще этот прекрасный набор и вообще понять что же это за сюжет ну на этой неделе я больше не продвинусь потому что действительно старт не совсем запланирован для этой недели я знала что у меня будет немного времени на вышивание дома поэтому ну действительно натянула основы несколько крестиков вышила и мы уезжаем на дачу поэтому этот процесс я не продвину больше на этой неделе я его с собой не беру с собой я возьму другой небольшой цветочный сюжет и надеюсь в нем хорошо продвинуться но это я вам уже покажу в следующем включении мы приехали на дачу и реальность оказалась немножко иной чем ожидалось ожидалась хорошая погода плюс 21 солнце и 4 дня а на деле очень холодно примерно плюс 10 идет дождь и сильный ветер и в итоге я прячусь в доме с большой большой чашка чая простите это вот от колодезной воды вот такие следы от чая в чашке это не потому что она грязная тут буквально вот только-только я начала пить уже вот эти округи поэтому извините что не совсем такую чашку показываю но ее размер хотя бы впечатляет вот и плюс вышиваю взяла процесс с собой лаванду и намеренно хорошо в нем продвинуться я приехала сюда с почти готовой серединкой и вот за пару дней которые я уже успела повышевать я почти доделала этот элемент и начала вышивать правую часть как и собиралась и здесь получается такой интересный сюжет что здесь значит кустик растет вверх а здесь уже собранный букет как бы свисает вниз вот я начала зелень и потихоньку-потихоньку ее все вышиваю мне помогает такая пчелка что-то такое яркое желтенькое в моей вышивке но могу сказать что на контрасте этот процесс сейчас проигрывает я в принципе хорошо отношусь к малине финка но почему-то вот сразу после того как я вышла круг клейтона и после этого Dimensions косаток мне вот на контрасте с этими нитками финка показалась прям очень сухой ну я постепенно привыкаю до этого когда я вышивала либо мне так не казалось ну видимо просто смена материалов и сравнение получилось много не в пользу этих ниток хотя я ничего плохого сказать не могу но они перетираются в узелки не вяжутся но вот расходы получается больше именно за счет того что они перетираются и приходится все эти кусочки выкидывать потому что они больше не пригодны погода холодная в этом году поэтому все посадки задерживаются но я потихоньку стараюсь все равно посеять каких-нибудь однолетних цветочков на даче и вот сейчас занялась инвентаризацией того что уже посажено и того что я собираюсь посадить значит я в прошлом году вам показывала свои посадки у меня здесь очень хорошо растет василек лаватера бархатцы и я решила в этом году тоже повторить такие же клумбы из того что я уже посадила две недели назад вот василек такие вот бархатцы еще бархатцы люблю ассорти делать на клумбе мне просто нравится когда они все начинают цвести они таких разных-разных цветов ну хоть разнообразие вот лаватеру тоже посеяла я потом пройду с вами по грядке покажу что там потихонечку сходит вот из того что еще в планах интересные семена василек мускусный такой я раньше не села будет очень интересно посмотреть ну вот разные-разные лаватера они классные они вырастают очень высокие долго цветут прям нравится мне такие бархатцы большие хочу посадить но я так постепенно делаю их допустим сегодня часть посажу и часть еще недели через две потому что я не знаю что происходит с погодой но все заливает и я боюсь что если я сейчас все посажу то оно просто все пропадет вот такие настурции еще большие лососевый блик и красный блик ну это так если коротко вам рассказать о моих дачных делах потом плюшу и мишка и травы ну давайте сейчас пройдемся по грядкам чуть-чуть покажу что есть вот вчера вокруг клумб косили траву поэтому здесь накидана трава но видно вот эти вот малыши маленькие вот это уже настурции сходят так что хотя бы они в этом году точно будут цвести начинают цвести яблони вот еще начинают сходить этого лотера здесь у меня высажены еще не все тюльпаны цели самый мой любимый цвет красный классический есть два вот таких необычных еще сорта такой изящный видите какой он красивый тюльпан и вот такие тоже очень необычные тюльпаны тоже вот еще цветут радуют меня ну и на грядках вот растет лук петрушка взошла прошлогодняя вот эти вот малыши это салат дальше малыши редиска и вот дальше там цветет клубника я туда добраться уже не могу потому что там просто болото ну то есть все настолько залило что я туда не могу дойти у меня уровень воды выше чем мои резиновые сапоги поэтому оно там само цветет надеюсь там будут ягоды потом будем там наводить порядок когда все просохнет и 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 на фоне зеленого газона покажу вам свои продвижения по процессу Прованс от Марьи Искусницы, но мне больше нравится называть его лаванда. Я еще повышевала правый элемент, видите, букетик формируется, я достаточно много рассказала в предыдущем вышивальном включении, к ниткам уже привыкла, потому что ни на что другое я не переключалась, процесс идет хорошо, быстро, схема разработана достаточно грамотно, то есть единичных крестиков нету, все очень просто понятно, значки тоже понятные. И на этом я буду завершать эту неделю, я желаю вам хорошего настроения, удачи и успехов в том, чем вы занимаетесь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok